В республиканской столице идет строительство нового корпуса дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов. В очередной раз на стройку прибыли представители власти. Они провели мониторинг хода строительных работ на данном объекте. О том, когда планируют его сдать в эксплуатацию и о необходимости строительства здания узнавала Альбина Ланкова. Этот объект является особо важным для Карачаева-Черкесии, отметил министр труда и социального развития республики Руслан Шаков. Новое здание дома-интерната для престарелых сможет разместить 122 человека. Возводят его по проекту «Старшее поколение национального проекта «Демография» на 2019-2024 годы». В действующем корпусе проживает около 50 человек. К сожалению, это жильцы, которые нуждаются в постоянном уходе. Постельные, отметил Руслан Айцевич. По мере запуска нового здания будет возможность ликвидировать небольшую очередь, которая образовалась в группе «Милосердие». На сегодняшний день в доме престарелых проживает два участника Великой Отечественной войны, 11 ветеранов труда, 6 человек реабилитированных лиц, даже ликвидаторы Чернобыльской катастрофы. Мы считаем, что так же, как и те, конечно, остальные наши достойные ветераны, они заслуживают все условия для комфортного, приближенного к домашним условиям проживания нашим жильцам. После ввода здания в эксплуатацию увеличится количество жильцов. Естественно, штат тоже будет расширен. При этом будут учтены все категории. Это и врачи, и санитарки, и младший медицинский персонал, социальные работники и психиатры. Чтобы успеть сдать объект в сроки, развернули масштабную стройку. Здание современное и красивое. Большая часть работ уже выполнены, хотя вначале были определенные сложности в строительстве объекта, так как это – долгострой. Начало его было положено еще в 2005 году. Вновь его стали возводить в январе. То, что сделано и то, что мы делаем, – это две большие разницы. Потому что здание очень старое было, несовременное, но сейчас переделывает все в новый лад. Делается по всем нормам, по всем этим. Противопожарное, вот это все обеспечение, уход. На каждом этаже есть инвалидные, где они находятся, именно комнаты отдельно, где купать. Работы по инженерным коммуникациям уже завершены. Сейчас на стройке трудится около 50 человек, но их количество зависит от объема выполняемых работ. В определенные дни эта цифра увеличивается на 10, а то и 20 людей. 80% работ уже выполнено. Жилые помещения разделены на блоки. В каждой из них по две комнаты. Будут проживать по два человека. Тут также предусмотрена кнопка для вызова медперсонала. Комната сама светлая, уютная и просторная. Сейчас ведут работы по штукатурке и покладке кафеля в санузлах. Надо сказать, что они предусмотрены в каждой комнате отдельно. Для старшего поколения специалисты трудятся на совесть. Работаю около пяти лет приближительно. Качественную работу, конечно, сложно выполнить. Всегда попадаются какие-нибудь нюансы. То плитка кривая, то еще что-либо. Ну, стараемся делать. Объем работы большой. Сейчас, на данный момент, ложу плитку в санузле. Стараемся положить качественно. Все для людей, как говорится. Возводят здание на территории старого дома-интерната. Оба здания будут соединены переходом. Для удобства как постояльцев, так и сотрудников учреждения. Самое главное, что здесь мне понравилось. И тогда, и сейчас расположение комнат со всеми вытекающими там для инвалидов условиями. И самое главное, что отдельно и для персонала, и для наших жильцов будут все удобства. И отдельно вот эти посты медицинские посередине этажа – это тоже очень удобно. В здании будет работать два лифта. Третий и четвертый этаж предусмотрены для лежачих больных. Но завершить строительство планируют до конца октября. Осталось постелить линолеум и покрасить стены. Потом приступят к установке оборудования. Параллельно строители будут благоустраивать двор.